Фёдоровская керамика – уникальный народный промысел. Зародился он в деревне Фёдоровка, Тамбовской области Бондарского района. В этой деревне, расположенной в живописной лесной местности, богатой залежами красножгучей глины, практически в каждом доме жили и работали местные гончары. Посуду делали как чернолощеную, так и глазурованную. Делали миски, вазы, копилки, кувшины, кадильницы, корчаги, формы для пасх. Основным сырьем для производства фёдоровской керамики служат залежи красножгучей глины, расположенные на глубине от 2 до 4 метров. Заготовкой глины занимались зимой. В это время она приобретает нужную степень рыхлости и легче отделяется от пласта. Глину заносили в дом, чтобы в отапливаемом помещении она быстрее оттаяла. Очищенную глину мяли, смешивали с водой и превращали в керамическое тесто. Гончарили в зимние дни, круг устанавливали возле окошка, по стенам настилали в несколько рядов полки для просушки изделий, готовую массу раскатывали в шары, и из заготовки гончар отламывал нужный кусок, разминал его в руках и затем с размаху бросал на середину круга. Прилипший кусок служил донцем. Диск вращали левой рукой, правой придавали задуманную форму. Достигнув желаемой формы, мастер брал влажную тряпку, называемую помазок, и медленно, вращая круг, заглаживал неровности на поверхности изделия. Для срезания готового изделия с круга использовалась леска. Простейшим и широко распространенным способом декорирования сосудов на стадии формования является проведение по кругу линий, чаще всего волнистых. Фирменным знаком федоровских мастеров является декорирование налепами, то есть нанесение на сырую форму сосуда орнаментальных сюжетов. Излюбленным декорированным сюжетом федоровского налепа являются сцены охоты. На многих из них с поразительной точностью в деталях изображена фигурка охотника, преследующего добычу. Это могут быть летящие по небу гуси, удирающий лис, волк, заяц или даже огромная рыбина. Часто охотника сопровождает собака, опущенные уши и стройные ноги которой указывают на ее охотничью породу. Лесной ландшафт вокруг изображался лаконично условно вылепленными деревьями. Изготовлением глиняной игрушки практически всегда было побочным продуктом гончарного промысла. Часто ее делали для детей-гончара, соседских детей. В федоровке изготовлением глиняной игрушки занимались только мужчины. Женщины это считали баловством, тратой рабочего времени. Этот момент сильно повлиял на внешний вид и стилистику игрушки. В ней отсутствует роспись, но есть декорирование глазурью, которое использовалось в производстве посуды. Также игрушки украшались орнаментом, елочкой. Помимо глиняных фигурок лосей, зайцев, петухов и других зверей, федоровские мастера изготавливали еще и свистульки, или, как их называют, товарняк. Такое прозвище они заслужили за то, что наиболее массово шли на продажу. В середине XX века, благодаря усилиям искусствоведов, произведения федоровских гончаров стали выставляться на всероссийских выставках. Самыми знаменитыми мастерами были Иванов Григорий Сергеевич и Попков Петр Яковлевич. Оба потомственные гончары делали гончарные изделия, украшенные налепами, игрушки. Григорий Сергеевич Иванов – легендарный мастер, который в 1978 году за игрушку «Гончар за работой» получил первое место на всесоюзной выставке ВДНХ и был удостоен званий лауреата и народного мастера. В конце 1990-х годов промысел в силу экономических причин угас. Сотрудниками Тамбовского областного краеведческого музея были организованы экспедиции в деревню Федоровка, в ходе которых был собран богатый этнографический и предметный материал. И в ноябре 2017 года в Тамбовском областном краеведческом музее была презентована выставка «Федоровская керамика в поисках утраченного». Это был первый в России проект, направленный на всестороннее изучение федоровского промысла. 26 апреля 2018 года сотрудники естественно-исторического отдела Тамбовского областного краеведческого музея презентовали этот проект в Воронежском областном краеведческом музее. На выставке было представлено около 100 предметов из фондов Тамбовского областного краеведческого музея и историко-краеведческого музея Бондарского района. Горшки, кувшины, декоративные вазы с налепами, свистульки-товарняк, фигурки животных, фотографии с видами деревни Федоровка. На мероприятии присутствовали студенты воронежских вузов и сотрудники Воронежского музея. В июле 2018 года выставку представили в Острогожском историко-художественном музее имени Ивана Николаевича Крамского. А в июне 2021 года данный проект увидели жители Республики Татарстан. Он экспонировался в выставочном зале Елабужского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok